Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Доброго вам времени суток! Как ваши дела? Надеюсь, у вас всё хорошо Сегодня я хотел бы поговорить с вами о видеоиграх В частности, о видеоиграх на консолях Я уже снимал видео, в котором я рассказывал, что я очень увлекаюсь техническими гаджетами Для меня это всегда было что-то очень интересное Я когда-то начинал с PlayStation 1 А потом у меня была Sony PSP Но вот вышла PS Vita И я её пропустил в своё время, когда она вышла И оказалось, что я сейчас решил себе взять Сначала я, если честно, думал взять просто PSP Потому что иногда накатывает настальки Хочется во что-то поиграться Иногда бывает, что есть немного свободного времени Когда едешь на метро, может быть, куда-то Или когда есть немного времени И я хотел себе купить просто PSP или PSP Go Потому что это интересный формат, который выдвигается в слайдер Но, в общем-то, знаете, я начал смотреть в интернете цены И увидел, что есть такая штука, как PS Vita PS Vita, да Я очень в своё время увлекался на компьютере играми В серии Resident Evil Revelations Вот мне именно из всей серии Конечно, я играл когда-то и на PlayStation 1 В Resident Evil тоже мне очень нравилось Потому что игра такая про зомби Да, с элементами хоррора С головоломками, в общем, было очень интересно И... Где-то года 3-4 назад я прошёл как раз вот это вот Resident Evil Revelations Она мне тоже жутко понравилась Я её прошёл на компьютере Вот, на компьютере И, в общем-то, и первую часть, да Resident Evil Revelations И вторую часть тоже Очень мне понравились Первая часть больше понравилась, вторая чуть меньше И я когда узнал, что вот эту вот игру Перевыпустили на консолях Ну, как бы её там портировали, да, это называется И я очень обрадовался И это меня подтолкнуло как раз к покупке PS Vita Потому что на неё как раз портировали Resident Evil Revelations 2 Вторую часть, к сожалению, первую не портировали Я, в общем-то, купил PS Vita Себя Потому что на ней можно как бы поставить Всё, что ты хочешь И от Sony Playstation туда И от 1, соответственно И от PSP Тоже Она у меня сломанная, как бы я сразу скажу И туда куча игр ставится и так далее Но мне просто было интересно именно поиграть Фактически в этот Resident Evil Revelations 2 Я её прошёл там Я её там прошёл, да То есть, как бы вот я себе Она у меня уже как бы приставочка Эта консоль Вот она Вот Как бы я У меня достаточно хорошие они впечатления Ну, во-первых, это качественный экран, действительно Качественный 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 экран Вот Во-вторых, мне очень удобно играть Потому что здесь есть два Вот этих джойстиков Да, раз-два Очень удобно То есть, как бы они Очень комфортные Да, для игры Немножко её неудобно держать Но Это же правда дивная консоль Всё-таки Наверное, существуют какие-то ещё Такие держалки для них Я видел пару раз Вот Ну, собственно Я её купил Прошёл на ней эту игру Revelations Ну, классно Да, мне понравилось Ещё Я прошёл на ней Тоже классные игры Были Сейчас я вам скажу Значит Называется The Binding of Isaac Rebirth Тоже очень классная Мне понравилась Такая вот Бродилочка Ну, очень простая Да, там и так далее Ещё Rock Legacy Тоже хорошая Ну, и с такого там чисто Тоже поиграться В общем-то Uncharted Да Золотая бездна То есть, ну, фактически Я где-то половину Так называемых Тайтлов Да Самых таких Громких Я прошёл Посмотрел Но На самом деле Я брал её В первую очереди Из-за этого Реста и Ивла И знаете Я её только Когда взял Посмотрел Обзоры И Я увидел В Ютубе Что есть ещё Оказывается Такие приставки Как Которые Называются Nintendo Nintendo 3DS И Nintendo New 3DS И Вы знаете Я Был приятно Удивлён Потому что Как раз Это Nintendo 3DS Пародирует Первую часть Моей любимой игры Resident Evil Revelations Я заказал себе С ebay Это Nintendo И вот Она Неделю назад Ко мне Где-то Приехала Знаете Мне очень понравилась Эта приставка Да Эта консоль Портативная И так далее Сейчас я вам покажу Её Она имеет Такой Фонфактор Такая Складная Получается Такими щелчками Раскладывается И Значит Единственное Что мне не очень удобно Это вот Здесь вот такой Есть Джойстик Такой второй Он как на ноутбуках На старых То есть В принципе Можно пользоваться И к этому привыкаешь Но Это не так удобно Как на Sony Playstation Ну Виде Да Там Намного удобнее Тростики На мой взгляд Но На Nintendo Мне очень нравится Что Во-первых Здесь не реально долго Держит заряд Аккумулятор Я не знаю почему Может у меня свежий Попался аккумулятор Но Очень круто То есть Я реально там игрался целый день Фактически У меня там был свободный день Да Ну так С перерывами Значит И он действительно Достаточно долго держит Во-вторых Очень крутая фишка Тут есть 3D То есть Как бы Которая Включается Таким образом Ползунок Наверх И состоит Фишка в том Что здесь есть камера Она отслеживает Ваш взгляд И Строить пиксели так Что вам кажется Что изображение Получается В 3D Без всяких очков Это очень круто На самом деле Это очень круто Работает Вот Вот Я накачал сюда Кучу игр Накачал кучу игр Конечно Включая свою любимую Вот эту вот Я посмотрел на ютубе Много всяких обзоров По поводу игр И так далее И Как бы Ребята Это народ советует Качать там Зельту То есть Топовые игры Которые выходили на эту консоль Я скачал себе И Зельту Там И кучу всяких Метроидов И Пока я прохожу Раст энд Ивел А Зельта Мне пока не очень сошла Но в принципе Я думаю Что я ещё в неё Поиграюсь Когда Раст энд Ивел Пройду В целом У меня очень положительные Впечатления Об этой приставке На самом деле Она Совсем не заряженная По железу То есть У неё там Очень слабенькое Шлезо стоит При том Если учесть Что это ещё Не у Nintendo 3DS То есть Их там было несколько версий Это самая последняя И Здесь вообще Ничего не тормозит Всё Запускается Отличные игры Просто ничего не тормозит То есть Оптимизация На высоком уровне стоит Что я не сказал Про Sony PlayStation Vito Да Потому что Там Когда я играл В Resident Evil Revelations 2 Были тормоза То есть Она подтормашивала Реально Это было видно Это было не очень комфортно То есть Вот так Вот так И кроме того На PS Vito Я На самом деле Прошёл уже практически Все игры Которые там Самые крупные Самые классные Считаются Но И всё Под неё Особо новых игр Сейчас не выпускают То есть Ну Мне это было интересно И там проходить игры И так далее Потому что я её в своё время Просто пропустил И Как бы Теперь у меня Есть чем Заняться в свободное время Вот Я не говорю Что я там целый день играю И так далее В игры Но просто мне всё это интересно Попробовать Почему бы и нет Да Если такие штуки есть Там были Сейчас В принципе есть возможности Купить её И не так уж и дорого Вот такие вот Две консольки Сейчас у меня Я слышал ещё Сейчас Когда как раз Покупал Эту самую Когда смотрел обзоры На Nintendo 3ds Я увидел ещё В интернете Новую Такую Китайскую Тоже Консольку По форму фактору Она как Nintendo 3ds Тоже Книжечкой Закрывается Открывается Она называется ЧПДВИН Кажется Если не ошибаюсь Там фишка в том Что там стоит Windows И там джойстики Ну как бы Встроенные джойстики И так далее Как у Xbox И можно играть Как бы Портативно В игры Которые На Windows Это круто Потому что Можно проходить Кучу всяких Игр Стареньких В которых ты играл А ещё Когда Когда ещё Играл в игры Тоже Можно там Заморочиться Она не очень мощная Насколько я знаю Там встроенная графика И так далее Но Там всякие Такие игры По типу Мне ещё Dead Space Нравится Тоже Я люблю такое И Dead Space Запускается И играется Более-менее Нормально Ну вот Я думаю Когда я наиграю С этими Приставками Думаю Купить И попробовать Тоже Интересно Будет Она конечно Ещё сыроватая Но Почему бы и нет Тоже Возможно У кого-то Есть такая Тогда Пожалуйста Скажите мне В комментариях Можете написать Стоит ли покупка того Или нет Надеюсь Я знаю себя И всё равно Куплю Потому что Мне интересно Вот Я знаю Что есть ещё Нинтендо Свитч Я знаю Я знаю Её пока не буду покупать По тем простым причинам Что Она ещё не сломана А я жадный Да На покупку игр Опять же Я уже говорил В каком-то из своих видео Ну блин Чтоб купить одну игру Это надо потратить Порядка Восьмидесяти долларов По хорошей игру А чтобы купить Например Эту консоль Это надо 300 баксов То есть Фактически Четыре игры И Консоль Такая же цена Как консоль Это неправильно На самом деле Но с другой стороны Там ещё немало игр Под неё Может быть И попозже Когда Фактически Вот как Сони Плейстейшн Или как С3 То есть Может Через 3-4 Я куплю её Попрохожу Все основные Тайтлы Потому что Там уже есть своя Зельда Там уже есть Ну Куча Не куча Так скажем Да Там 3-4 классных Для игры Из-за которых Можно её купить Да Если очень хочется Если очень хочется Да Вот Ну Собственно Рассказал кое-что Что Было интересно Для меня Может быть Вам это тоже будет интересно Подписывайтесь Ставьте лайки И Напишите комментарии Спасибо большое Всем за внимание Пока-пока